Еженедельное оперативное совещание провели в Люберецкой администрации. О работе, проделанной за минувшую неделю, отчитались руководители структурных подразделений, силовых ведомств и экстренных служб. За прошедшую неделю в Люберцах произошло два пожара. Пострадавших нет. Аварийных ситуаций на объектах тепловода и электроснабжения не зафиксировано. В этом году в округе капитально отремонтируют 61 МКД. В 38 домах заменят кровлю, обновят 17 фасадов, отремонтируют 15 внутридомовых инженерных сетей и 4 фундамента. Также в рамках губернаторской программы по ремонту подъездов у нас на текущий год утвержден список 170 подъездов. На сегодняшний день у нас 60 подъездов выполнено в полном объеме, 28 подъездов в работе. Все работы, которые проводятся в местах общего пользования, то бишь в подъездах, управляющие компанией у нас согласовывают с нашими жителями. Обсудили строительство надземного пешеходного перехода на перегоне железнодорожных станций Ухтомская и Люберцы-Первые. Работы планируют завершить к концу июля. Содержание дорог и дворовых территорий, ямочный ремонт асфальта и профилактика травматизма на дорогах на особом контроле. В этом году у нас не допущен рост дорожно-транспортных происшествий на дорогах общего пользования, в том числе с погибшими и с тяжким вредом здоровью. На железной дороге мы продолжаем иметь устойчивое снижение травматизма. Так, смертность на железной дороге по отношению к прошлому году у нас упала на 900%. Есть новое назначение. Руководителем Люберецкой теплосети стал Эдуард Болотный. На совещании глава округа вручил документы на земельные участки двум многодетным семьям. Всего с 2011 года в Люберцах поставлено на учет 1742 многодетные семьи. 820 из них земельные участки уже получили. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников. Телеканал ЛРТ. Продолжение следует...